Из школьных кабинетов на стадион. Готовность к труду и обороне сегодня показали учащиеся 19-й столичной школы. В «Спартаке» они сдавали нормы ГТО, что выполнить сложнее, узнавал Рифат Фадкулин. Заветный золотой значок получить непросто. Старшеклассники бегут изо всех сил, соревнуясь не столько с друг с другом, сколько с самим собой. С тометровкой 2 километра. Дисциплины обязательные в комплексе ГТО. Некоторые сходят с дистанции уже с четвертого круга, других же с пути не сбить. 15-летний Игнат Ермаков пробежал 2 километра и показал лучший результат. 9 минут 17 секунд. Мне помогло дыхание и сила боли. И одноклассники, которые поддерживали. Кричали, беги, ты сможешь. Очень помогли. Отжимания, подтягивания, прыжки в длину и наклоны из положения стоя. Нехитрые вроде упражнения, но и вокруг них кипят спортивные страсти. Наряду с учащимися нормы ГТО сдают и педагоги. Василий Бекнев, учитель физкультуры с многолетним стажем, легко пробегает на золото. Говорит, закалка еще с детства осталась. Учителя должны показывать, в общем-то, пример. Если учитель поддерживает физическую форму, то он работоспособность свою повышает. Я считаю, что все должны в любом возрасте заниматься физкультурой. Удивлению учеников не было предела. Оказывается, взрослые тоже много умеют. Довольно странно. Все были в шоке, когда у нас побежали многие учителя. Мы даже об этом не знали. Разделения по гендерному признаку в ГТО нет, поэтому и мальчишки, и девчонки на равных участвовали во всех дисциплинах. Нацеленность на золотой значок ГТО есть у всех, ведь он принесет будущим абитуриентам дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Рифат Фаткулин, Игорь Зверев, Республика.